Студенческий баскетбол это часть Федерации Баскетбола, огромная часть Федерации Баскетбола. Я думаю, исторически, исторически, всегда все звезды баскетбола выходили из студенческого баскетбола. Я думаю, что в перспективе, так и будет. Этот второй полноценный сезон студенческой баскетбольной лиги, он продемонстрировал, что количество команд увеличивается, качество баскетбола растет, интерес к этим соревнованиям возрастает. Есть вопросы, есть огромный пласт работы, который надо сделать, есть, скажем, вопросы и для ректоров, которые просят помощи на законодательном уровне, узаконить, скажем, помощь развития студенческого спорта и частных игровых видов спорта. И я думаю, что сегодня, сегодня я вижу перспективы студенческого спорта как такую вот подушку между профессиональным баскетболом и школьным баскетболом, где игроки и, в общем-то, молодые люди могут получить образование, получить опыт жизни взрослой и в то же время получить качественную подготовку как баскетболисты. И это даст возможность, скажем, профессиональным клубам, которые, в общем-то, ищут таланты и выбирают лучших, иметь не просто игрока хорошего, от человека, который сформировался, у которого есть образование. И если даже его постигнет определенная неудача в плане баскетбола, то он спокойно вольется в общество со знаниями, с опытом жизни. И поэтому это очень важно, я думаю, для общества и для здоровья нации, и для того, чтобы люди росли в гармонии со здоровьем и, как говорится, интеллектом. Как вам играли? Хорошо. Сегодня две игры были прекрасные, все решалось на последних буквально секундах, минутах, поэтому держало в напряжении, в общем-то, до конца. Конечно, у студентов КПИ достаточно важная работа, но, тем не менее, гармонийное життя студентское, воно має наповнювати все – и учебные, и спорт, и отдых, и наши студенты, как и студенты других учебных клубов, они пытаются достигать все. Мы видим, что в многих развитых странах мира студентский баскетбол – это больше, чем спорт. Это объединенный майданчик для молодых, для спортсменов, для государственных, общественных, политиков, это консолидующее явление. И поэтому, маячи хорошие баскетбольные клубы в разных университетах Украины, мы хотим консолидовать, объединять этот рух, объединять их усилия, для того, чтобы в Украине также студентский баскетбол был национальным явлением, чем спорт. Уже в этом году мы имеем 46 команд, университетских команд в другом чемпионате Украины студентского баскетболу, но желающих брать участь – значительно больше. Справа поки що в різном уровне готовности команд разных университетов, а это зависит от многих факторов – финансового фактора, организационного фактора. Я уверен, что с временем студентский баскетбол охопит большинство университетов Украины, и это станет визитивкой любого университета. Безумовно, поки що за того стану экономики Украины, стану фінансованием университетов, студентский баскетбол досить дорога, коштовна речь для многих университетов. Справа в том, що це не лише забезпечення команди усім необхідним, це поїздки по Україні, це підтримка спортсменів, це створення для них відповідного режиму. Все це разом, безумовно, коштовна речь. Але я переконаний, що з часом студентский баскетбол, як і взагалі студентский спорт в Украине, він буде мати таку підтримку. Тому що без розвитку цієї компоненти неможливо мати потужний, якісний людський потенціал в Україні, неможливо мати тих людей, які будуть перемагати не лише в спорті, а і в справах, в їх проектах, в їх мріях. Тому без молодіжного студентського спорту не може бути створений якісний людський капітал України. Я переконаний, що ми з допомогою Федерації баскетболу України, зокрема Олександра Анатольовича Волкова, який як народний депутат, все бічно допомагає студентському баскетболу. І ось вже я знаю його плани провести певні нормативні законодавчі акти через Верховну Раду для того, щоб цій компоненті молодіжного життя держава приділяла гідну належну увагу. Дякую, які можуть бути впечатління после гови, чемпионата в студентському, вони, конечно же, положительні, море емоцій, це не передумаємо відчування, це просто отлично відчування. Але гра була достатньо сложна, да? Ну да, ми після першої половини як-то уверенні шли, виїгравли один із очків, а потім як-то в третій четверті в начале гов догнал нас. І тут головний момент був, в якому ми витримували і змогли нав'язувати свої третій четверті. І ми держави дистанцію і на це змогли чуть-чуть оторватися. Радні стіни, звісно, вони завжди допомагають і це придає допомогу силу, енергию. Тільки вже тяжело, вже не хочеться, в якийсь такий стіни, в якийсь такий глян, що за перші дняті, в цей декці. Скільки інтересно було в ці再ї вислові? Ну, в общем, на порядок вже більш інтересніє, ніж в прошшому годі. Первый раз, в этом уже второй раз уже получше, поувереннее, во-первых, нам в команде игралось, во-вторых, уже команды, которые в прошлом году были, усилились уже, усиление студенческой лиги, в том, что видало более красивее, но стала самая лига. Вы действительно студенты все выучите, да? Конечно, я, допустим, по третьему курсу учусь, закрываюсь за чем-то экзамены, все абсолютно, самую старшую у нас, Вася, наш капитан, самая старшая, это пятый курс, все так, все наши, Вася, один, только первый курс, Рома, Женя, четвертый курс, третий курс, два и все остальные, дальше. У нас, как у факультета информатики и управления, на базе этого факультета, наша специальность физ. воспитания, и большинство из нас учатся на этой специальности, за исключением там, тройки, четыре, 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 все остальные, на все испытания. Ну, в чем-то. Ну, конечно, в чем-то, в чем-то. Я, ну, еще пару шагер, потому что, как выше мысли, я думаю, все отвечают. Ну, успеваем, где-то там подсветим, за какой-то кусочек. Ну, успеваем, в общем.